Добежать до Китая Поставь лайк ГИБДД. Ведомство завело аккаунты в соцсетях. Отмодниц прошлых веков. В Чебоксарах проходит фестиваль Чувашского национального костюма. Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с заместителями полномочного представителя президента России в Перевозском федеральном округе Олегом Мельниченко и Игорем Паньшиным. Они приехали для участия в заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти ПФО. Основной темой встречи стало патриотическое воспитание молодежи. Тема на самом деле очень актуальная. Касаясь патриотического воспитания, военно-патриотического воспитания, на самом деле я могу сказать, хотя вы уже знаете, с 1968 года мы ни на один год не прерывали проведение юно-армейских разных соревнований со Стерзаней, Зарниц, Орленок. В республике выстроена целая образовательная система, в рамках которой науки любить родину обучаются и воспитанники детских садов, и школьники, и студенты. Работает целая сеть поисковых отрядов. А через полтора года в Чебоксарах откроется кадетский корпус имени Героя Советского Союза Кочетова. В будущем он приобретет статус окружного. Нам нужна молодежь креативная, нужна молодежь патриотичная, нужна молодежь, которая связывает свое будущее с Россией. Еще один важный вопрос – новая технология утилизации отходов. Чуваш – один из немногих российских регионов, где в этом направлении сложился положительный опыт. Сейчас регионы к нам приезжают, и все эти даже три проекта востребованы не только у нас, допустим, на территории республики, а вообще на федеральном уровне. И, как мы уже говорили, в столице Чувашии проходит заседание Ассоциации законодательных органов в государственной власти Приволжско-федерального округа. В Чебоксары приехали 14 официальных представителей от каждого региона ПФО. Сегодня днем гости республики побывали на ряде знаковых объектов. Водоканал, комплекс ТБО и биологические очистные сооружения. Эти предприятия сейчас лидируют в федеральных экологических рейтингах. Участники Ассоциации получили уникальную возможность увидеть все процессы своими глазами. Председатель законодательного собрания Пермского края особенно заинтересовал полигон ТБО. Несмотря на то, что близ Перми успешно функционирует несколько мусороперерабатывающих предприятий, у Чувашии есть чему поучиться, отметил Валерий Сухих. Я думаю, что в каждом городе, конечно, есть особенности этой технологии, но нам понравилась комплексность. Это большая площадка с первого шага и до последнего. Максимально используется вторичное сырье, и потом оно складируется, уже не мешает, не загрязняет окружающую среду. Ну и в целом, мне кажется, что очень грамотный, профессиональный подход для того, чтобы жить здесь было хорошо. Члены делегации ознакомились с работой биологических очистных сооружений. БОС обслуживает два города – столица Чувашия и город Спутник. Здесь очищают и обеззараживают сточные канализационные воды перед сбросом в Волгу. Парламентарии регионов ПФО отметили высокий уровень организации и работы предприятия. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика. От законодательных органов зависит, как будут развиваться российские регионы. У парламентарии в ПФО немало предложений. Сегодня их обсудили на пленарном заседании Ассоциации. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Ассоциация законодательных органов была сформирована для решения актуальных задач, волнующих регионы. За многие годы, благодаря совместной работе, их инициативы легли в основу огромного количества законопроектов. Это 49-я по счету встреча парламентария в Приволжье. На повестке очередной встречи парламентариев две важные инициативы, которые требуют законодательного решения. В округе намерены пересмотреть систему патриотического воспитания молодежи. Государственная программа уже принята, но необходимо разрабатывать региональные документы. В регионах федерального округа проведена соответствующая работа, итогом которой стали региональные целевые программы патриотического воспитания. Под программой региональных целевых программ по развитию образования, реализации молодежной политики, взаимодействия органов госкласти с гражданским обществом. В республике выстраивают эффективную систему воспитания молодежи в духе патриотизма. В Чувашии созданы сотни кадетских и поисковых отрядов. Недавно были учреждены специальные гранты для школьников и студентов. Одним из показателей эффективности проводимой работы можно считать ежегодное выполнение в полном объеме плана по призу и отправке юношей вооруженной силы Российской Федерации. Мы верили в молодежь и верим в молодежь. Мы создаем благоприятную среду для самореализации этих молодых граждан на основе наших традиций. Законодатели предлагают возродить и систему начальной военной подготовки для школьников. Решение в свое время было заменено на класс ОБЖ на сегодняшний день. И приятно отметить, что законодатели приводят нас тоже в этом направлении поддерживать. Мы выступим обязательно, подготовим материалы, чтобы законодательные инициативы выйти наверх. Настоящие парламентарии обсудили и инициативы в области обращения с отходами. Необходимо установить штрафы за несанкционированный выброс мусора и лишить бизнесменов возможности самопроизвольного повышения тарифов. Существует также проблема. Связано с организацией работ по сбору и вывозу бытового мусора от индивидуальных жил и домов. Четыре владельца неохотно заключают договоры. Например, в Чебоксарах насчитывается около 10 тысяч домовладений. И половина из них, в том числе гаражные и кооперативы, не спешат легализовать свои отходы. Мы сможем выйти с законодательной инициативой и в готовящийся федеральный закон, проект которого находится Минстрой России, мы обязательно свои региональные предложения включим. И таким образом задача, которая стоит перед обществом в ГОТ-экологии, провозглашенной президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путином, мы свою лепту в это дело внесем. На федеральном уровне рассмотрят и другие инициативы парламентария в ПФО. Дмитрий Ковалев, Рассель Мухаммедов, Республика. Ассамблея народов Чувашии – молодая общественная организация, которая решает вопросы межэтнических отношений и укрепления духовных связей. Как они выстраиваются, обсудили на выездном заседании в Комсомольском районе. Приветствия на трех языках. Более чем наглядный пример того, как живут в селе Урмаево разной национальности. О народных традициях, культуре и обычаях малыши знают с детства. Так воспитывают их взрослые. В местной школе уже давно стало нормой проводить тематические живые уроки. Благо за фактурой далеко ходить не приходится. Многонациональная жизнь урмаевцев на виду. Сейчас вот идет реконструкция одной из мечетей. Я желаю вам довести себя до ума. У вас будет здесь очень красиво, очень уютно. Место для того, чтобы могли и помолиться. И из школы, где духовно нравственная молодежь должна обогащаться. Поэтому хочу сказать большое спасибо за такое отношение. За круглым столом с участием местных жителей обсудили вопросами житнических отношений. Разговор был вполне предметным. Как на государственном уровне поддерживают языки, в частности татарский? Какие есть перспективы у традиционных культурных фестивалей? Самое главное, мы спокойно, свободно можем говорить на своем родном языке, на татарском языке. И можем ходить в своей духовности, ходить в мечети, молиться. Нам никто не запрещает сегодня этим делом. Комсомольский район растет и развивается. Это отметили все участники круглого стола. Инициатива жителей плюс понимание на уровне правительства сделали муниципалитет одним из самых красивых мест в республике. Ожившая старина. На фестивале-конкурсе чувашский национальный костюм, культурное наследие, которое в эти дни проходит в столице республики, показали, как одевались в прошлые века наши предки. Галина Ефимова привезла на конкурс платья, которые долгое время хранились в сундуке ее соседки и были скрыты от посторонних глаз. Благодаря конкурсу эти наряды стали сегодня достоянием общественности. Галина примерила на себя шубарк 1938 года. Именно в таком виде чувашские невесты раньше выходили замуж. Кстати, в прошлом веке женские свадебные наряды весили по 16 килограммов. Старинные и современные мужская, женская и детская одежды, интересные названия – шульгиме, мышчаки, тухьи, тевете, сурпаны и масмаки с уникальной вышивкой. Участники фестиваля свои экспонаты собирали буквально по крупицам. Мы искали среди своих односельчан, у старых, у старых, у старых деревни, спрашивали, кто, у кого, что было. По дворам ходили, почти позеленели монеты. В 1748-й, в 45-й год есть даже монеты. Серебро. Кроме платьев, головных уборов, кто-то нашел в бабушкином сундуке и специальное полотно – приспособление для ношения грудных детей. То, что сейчас современные мамочки называют слингом. 90-летняя бабушка мне научила, показала, что это ребенка таскать, маленьких грудничковых ребят, ребенок, детей грудничковых. Вот это вот сюда детей клали и таскали, сверху завязывали. Народный костюм хранит в себе немало загадок. Чуваши говорят, что на платье женщины написана ее судьба. Но в наши дни прочитать и узнать значение иероглифов, вышитых, к примеру, на рубашке, могут только специалисты, которые занимаются изучением чувашской вышивки. Организаторы надеются, что благодаря фестивалю чувашская культура станет понятнее и доступнее, привлечет внимание молодежи. Праздник чувашского костюма мы проводим первый раз, но обратите внимание, он удался. Очень удался и нам это очень нравится. Поднялись все районы, так можно сказать. Главная же цель нашего конкурса, значит, показать молодому поколению старинные, сохранившиеся изделия. Это и старинные головные уборы, и украшения. Участниками фестиваля стали гости из других регионов страны. Самары, Саратовской области, Республики Крым и Оренбурга. Они привезли уникальные костюмы, украшения и даже старинные орудия труда. Завтра, 24 марта, станут известны имена победителей. Номинаций немало. Это и традиционный чувашский национальный костюм и его элемент, национальные украшения, отдельно чувашская вышивка и авторская коллекция. Галина Титарчук, Расиль Мухаммедов, Республика. Завтра, 25 марта, свой профессиональный праздник отмечают деятели культуры и искусства. Директоров художественных руководителей, театров и творческих коллективов, союзов и школ дополнительного образования из разных уголков Чувашии сегодня чествовали в Алатарском дворце культуры. Испокон веков люди стремятся к прекрасному, но стать человеком искусства дано не каждому. Тонкое чувствование мира, чуткое отношение к людям и безграничное восхищение жизнью – это те качества, которые присущи работникам культуры и искусства. Со всей семьей мы в этой сфере и работаем. У меня супруга тоже работник культуры, и дети пошли по стопам нашим родителей. Работают в сфере культуры. Ну и быть работником культуры, то есть быть слугой нашего народа. Именно благодаря работникам культуры в обществе сохраняются обычаи, создаются новые традиции, проводятся мероприятия, которые оставляют след в душе каждого. Я уже больше 40 лет работаю в этой сфере. Надо понимать людей, свою работу и любить свою работу, и тогда все получится. В День работника культуры лучшие сотрудники были отмечены ведомственными наградами. Татьяна Филатова, Республика. ГИБДД вышла в социальные сети и теперь рассказывает о своей работе в наиболее популярных сегодня сетях – Инстаграм, Фейсбук и ВКонтакте. И если свой твиттер наши госавтоинспекторы начали вести уже давно, много лет назад и практически первыми в России, то новые аккаунты появились буквально неделю назад. Впрочем, сразу за несколько дней число подписчиков Инстаграма ГИБДД Чувашия стало стремительно расти и измеряться сотнями. Там уже выложено немало фотографий и описание интересных случаев. А вот инспектор крепко держит пойманного наркоторговца. На следующем фото – разбитая гранта нетрезвой девушки, управляющей этой машиной. Выход в социальные сети – ежедневная и кропотливая работа по пропаганде норм безопасного поведения на дороге. Кто-то увидит последствия аварии и снизит скорость, кто-то впервые для себя узнает, что быть на неосвещенной загородной трассе без светоотражающих элементов – это нарушение закона. А кто-то просто убедится, что инспекторы ГИБДД – это обычные люди, которым ничто человеческое не чуждо, и общаться с ними при встрече на дороге лучше без эмоций и заранее подготовленного негатива. В Республиканскую детскую клиническую больницу поступил медицинский кислород ненадлежащего качества. Выяснилось, что в середине февраля из-за использования некачественного газа в работе медицинского оборудования произошел сбой. Следователи Следственного управления Следственного комитета России по Чувашии возбудили уголовное дело. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры к изъятию указанного кислорода. Решаются вопросы о назначении необходимых судебных экспертиз. Также в ходе расследования уголовного дела будут приняты меры по установлению всех обстоятельств, посовствовавших совершению данного преступления и их устранению. Устанавливаются конкретные лица, причастные к сбыту фальсифицированного кислорода в Республиканскую детскую клиническую больницу. Расследование уголовного дела продолжается. Известный путешественник Александр Капер, участник забега Москва-Пекин, собирается преодолеть расстояние 8 тысяч километров за 200 дней. Он стартовал 4 марта в Москве и уже пробежал более 700 километров. Несколько дней Александр гостил в Чувашии. Забег проходит через 16 российских регионов и 3 государства. Александру предстоит бежать в Монголии и Китае. В городах, которые уже остались за спиной бегуна, он встречается со школьниками, студентами, спортсменами. В Чебоксарах, например, он провел зарядку, а заодно рассказал о том, как надо подготовить организм к большим физическим нагрузкам, адаптировать его к погодным колебаниям. Ведь путь лежит через разные климатические зоны. Любой желающий может присоединиться к Александру и пробежать расстояние, которое ему под силу. Почему бы не сделать забег, который бы натянул дополнительные нити дружбы, дополнительные нити взаимосвязи, и чтобы китайцы стали ближе к нам и мы к ним немножко ближе. И поэтому это такая новая коммуникация, новые мосты, новые ниточки дружбы. Есть Россия сильная, есть Россия с сильными людьми, есть Россия с спортсменами. И об этой стороне России тоже надо рассказывать и показывать всему свету. И в конечном итоге я ставлю большую задачу об изменении стереотипа российских граждан. Следить за бегом Александра Капера можно на сайте Москва-Пекин.РФ. По треку найди Капера. А сразу после нашего выпуска смотрите программу «По существу». Александр Капер расскажет о целях своего забега и самых интересных моментах пробега. 25 марта в Чувашии пройдет День здоровья. Жители республики смогут бесплатно посетить бассейны, тренажерные залы, крытые ледовые катки. В Министерстве физкультуры и спорта рекомендуют заранее уточнить информацию о бесплатных сеансах. Наши новости и программы на сайте ntrk21.ru. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова